Часик радость и версладость хиканы Продолжаем отвечать с Александром на ваши моднейшие вопросы Находясь вне нашей кротиной норы Если у вас возник какой-нибудь вопрос Все ссылки в описании Задавайте, Александр Итак, вопрос Хикан, как же бросить курить? Как бросить курить, я отвечу Нехуй начинать, я так вам скажу Итак, давайте разберем этот патогенез Итак, ребенок видит его Мамка курит Папка курит Дети видят, дети повторяют Если даже мамка и папка не курят То ребенок видит его Одноклассники, идиоты, долбоебы Не побоюсь этого слова Курят, он тоже повторяет Потому что, ну что же это так Я беловоронок, нет, я хочу быть как все Или подходят, ты что там Нас не уважаешь, но понимаешь, кто курит Тот в теме Немножечко повыше Немножечко повыше в нашей социальной Иерархии, например Итак, это мое официальное обращение ко всем школьникам Ко всей школоте Дорогие мои хорошие, если увидите, как ваши Одноклассники курят за углом Шалите их смело нахуй Потому что здоровье вам это не принесет Я бы порекомендовал бы вам заняться спортом Лечение таким, потому что если человек не курит У него преимущество просто будет в дыхалке В скорости Конечно, пока человек молодой, он курит То он может вам пиздюре навалить Конечно, если вы дрыщ Но если вы не любите спорт, например Может, оно вам нахуй совсем не надо Можете сидеть просто за компуктером Я уверен, знаете Кто-то скажет мне обязательно Да вот, у меня дед до 90 лет он курил И бухал, и еще кололся героином каждый день И живой, еще клей нюхал И он прожил еще потом 90 лет Все с ним было хорошо И у него вот прям такая эрекция была Вот член стоял буквально до бишкека доставал Я вам скажу, что это, ну, не пиздешь Просто таких случаев бывает Ну, один может быть на 10 тысяч Просто если вы не доверяете мне Если я для вас не авторитет То вы можете пообщаться с каким-нибудь онкологом И узнать, сколько же в процентном соотношении Вызывает сигаретки Сигаретки вызывают рак легких, например Почему же так бывает, да? Кто-то там курит до 90 лет А кто-то раз, ему уже 30 лет, а он подох от рака легких Ох, как же это, как же это неприятно умирать Я без сарказма это говорю На самом деле Ну, не собираюсь вас пугать Потому что, ну, знаешь, бывает так Одному человеку скажешь Он, ну, внемлет, просит сделать какие-то вы А другому похуй А потом, когда что-то с ним случается Он, ой, как же так? Ой-ой-ой, если бы я знал Я бы никогда такого не делал Ладно, похуй, давайте теперь Давайте теперь поделимся своими-своими историями Так, Александр, расскажи в двух словах Как ты курил? Что тебя сподвипа? И как ты бросил или не бросил? Да не знаю, курил я Начал Ну, как первое баловство было Это где-то в классе первом Ну, с товарищем С моим Ага Ну, вообще, это было на даче Там Я как-то первый раз покурил веников Веник, я подчеркиваю Это веник, да, вот Который просто подметает А потом мы как-то сдали металлолом с товарищем Купили каких-то сижек И сидели Ну, мы еще и не в тягу курили Не умели так Подымили Потом, ну, это Мамка нахлопала Нам потом по горбу Когда спалила моего товарища И потом мы не курили А потом я, ну, уже как бы Более осознанно это было Ну, в классе восьмом или девятом Начал курить Ну, и курил я лет пять Так, или шесть Ну, и было очень много попыток Думал, вот дурак Нахрен я начал курить Надо бросать И максимум у меня хватало Ну, на месяц И потом опять все равно Почему-то начинал курить Не хватало себе Ну, я просто, наверное, когда Пивчанского накатывал Тогда и курить Ну, да А потом вот как-то выдался Такой момент Ну, было много проб бросания И потом я вот Конкретно решил не курить Ты вступил в секту? Нет В зоживцев? Сам для себя решил бросить курить И вот Как-то вот Именно Первые полгода вот тяжело А потом, ну, становится наоборот Первые вот так вот Ну, напряжением Каким-то накатом Тяжелее, тяжелее А потом наоборот Как будто этот клубочек разворачивается И все легче, легче, легче Становится И потом уже Как бы независим От табака И уже забываешь вкус Ощущение Все это Ну, и как бы вообще не тянет Так ты что-то недавно курил Ну, и что? Ну, это было так Я до этого за сколько лет Года три или четыре не курил А потом просто так Ну, алкоголь меня сподвиг Но это не то, что мне хотелось Прям просто Я поднимил одну сигарету Две и все Нету Нету именно вот этой тяги А там встал с утра Там натощак Надо покурить срочно Там поел Надо покурить В кишечниках заворачивал Все Поел Надо покурить Пошел Там надо покурить Ну и постоянно куришь А это было так Легкая слабость Можно Ну, что Сейчас Расскажи Как у тебя Какой ты статус имеешь? Какой статус? Не пью, не курю Ну, ты все-таки подался куда-то в ЗОЖ? Ну, спортом занимаюсь Спортом занимаюсь Так что там Курить хорошо или плохо? Чем грозит курение Помимо рака? Да плохо, конечно Курить и пить плохо Если вообще заниматься спортом Как-то Ну, после Хорошей Вечеринки Можно так назвать На следующий день Мы, например, договариваемся Там заниматься Там побегать Там турнички Только сердечко-то Не железное И ты же вот Выходишь Еле пробегаешь Эти круги А потом Если там Типа спарринга Что-то Или какие-то там Упражнения Тебе человек объясняет А ты вот реально Короче не можешь Мысли собрать Ты стоишь Вот тормозишь на месте Там как это сделать Хотя там Хотя там элементарные вещи Вообще объясняются И потом я так понял Что Нахрен оно надо Пить Хотел тебя спросить Александр А как ты думаешь Помогают надписи На пачках Курение вызывает Сатану Или вот Что-то подобное Да я думаю Нет Ну наоборот Как-то Сподвигает На курение Больше Мне что-то так кажется Ну как Вот написано Курение вызывает Импотенцию Ну вот Человек взял Такое Курение вызывает Импотенцию Он такой Ох Как же это хреново Его в стресс Дало Он такой Стресс Как же надо снять Надо сесть Покурить И сидит Курит Так Как ты думаешь Стоит ли вообще Бороться С курением Чем-нибудь Ну я думаю Да Все-таки Стоит бороться Но Человек пока Сам не захочет Никто Ну как бы Не заставит Я тебе объясняю Вообще Как Как Понятно Что они Кто-то от родителей Это видит И повторяет Кто-то от своих Сверстников А кто-то Слушает Какую-нибудь Музычку Например Ну не будем Называть Где только И делается Вывод Что там Вот мы Покурили Неважно Сигарет Или что-нибудь Еще Но понятно Что какой-нибудь 13-летний Школьник Чего-нибудь Еще Вряд ли Достанет Он Ну пойдет Покурим Ну мало ли Вдруг Что-то там Торкнет Ставит Вот отсюда Через Масс Культуру Потому что Курить Это модно Кто бы там Чего не говорил Что вот Мода на ЗОЖ Пуху И абсолютно Совершенно Всех Знаешь Вот я Еще раз Повторю Это такая Нуменозность Блядь Это Человек Видит Сигаретку Ни хера себе Вот это Вот это Это что такое Божественное Эзотерическое Если я покурю То У меня откроется Может быть Третий глаз Портал Сразу Куда-нибудь Ну опять же Тем же Эрикелоидом На Нибиру Откроется И Человек Всегда будет Тянуть К этому Потому что Ну еще раз Объясню Вряд ли Вряд ли Кого-то будет Так же тянуть В какой-нибудь Спортивный зал Потому что Понимаешь Тебе надо идти Че там Превозмогать себя Вставать с дивана Поднимать жопу На хуй Ну надо Ну Это Это не интересно Это не модненько А вот если Ты пошел Куда-нибудь Там с тяночками Постоял Может быть Тяночка Стрянула Сигаретку 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 Мне очень нравится Так говорить То вот И как-то Завязался Ваш Диалог Вот Вот и все Так что Александр Давай итоги Как всегда Подведем Какие выводы Можно сделать Нужно ли курить Нет Я перебываю Не нужно курить Во-первых Не нужно начинать Как Ну Курят Курят Зачем Чтобы повъебываться Чтобы повъебываться Я открыл Секрет Итак Хиканы Если вы хотите Повъебываться Не курите Вопреки Потому что Курят Блин Ну не хочется Никого оскорблять И опять же Знаешь Кто там Любит вспоминать Фрейда Мол Кто курит Это подсознательное Желание Сосать Хуй Но почему-то Фрейд Везде Позировал Сигары Нет Хиканы Я просто Вас призываю Не курить Вопреки Не курить Вопреки Быдлу Будьте сильнее И таким образом Дайте всем Защику Защиколду И на этой ЗОЖ-репортаж Ставьте классы Подписывайтесь На мой ЗОЖ-канал На канал Здорового Образа жизни Донайте нам С бабули На бичпакеты Заказывайте мне рекламу Славь к нам Бабули Слава До новых встреч Пока Компуктира 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 Компуктира